Добрый день! Утро есть, а может быть каждая ночь. С вами, как всегда, Годзилла, и это третья часть моего обзора на мод Мокрые часы. Этот мод добавляет в мир Майнкрафта огромное количество разных животных. Приступим! Ну что ж, давайте же посмотрим наших мобов. Это финальная часть моего общего смотра по мобам. И первый моб у нас... Давайте возьмём его за меч, чтобы проверить дробь. Это улитка. Есть улитки, свистники. Но это не имеет значения, потому что они убиваются довольно быстро. Вот, пожалуйста. Да, из них выпадает слизь. В принципе, это логично, потому что улитки являются источником слизи. Таракан! Пошли вон, улитки. Давайте расползайтесь. Не жрите мой огород. Ладно. Следующий моб. Это бабочка. Очень красивая бабочка. Разнообразная. Есть коричневые, есть зелёные, есть жёлтые, есть оранжевые, есть голубые, есть белые. Всякие бабочки есть. Всё ещё моба я боюсь спавнить возле моего дома, потому что он просто его разнесёт. На. Ага. Сложность походящая. Вот. Давайте заспавниваю тут. Видим. Это большой голем. Большие големы бывают разные. Вот. У них может лежать вот этот блок. Он может быть железным, золотым. Мы изумрудом или даже алмазом. В принципе, они спавнятся ночью, да где угодно. Могут тут, там. Там могут заспавниться. Они везде спавнятся. Сложность такой земляной гигант. Он блоки собирает и собирается как из мусора. Да. Лучше с ним сражаться, конечно, где-нибудь в воде, где у него просто не будет возможности собирать блоки. Хотя я насчёт этого не уверен. Муха. Полетела, давай. Так. Ну что ж. Он тупит. Когда он собирается, мы не можем его бить. То есть ему просто урон не наносится. Да. Знаете, этот моб очень даже сильный. И он может считать мини-боссом. Что эти блоки? Вот. Видите, он собирает блоки. Сейчас он почти дособрался уже. Вот собрался. И вот. Давайте же с ним сразимся. Тем более, что у него довольно хороший дроп. А дроп у него... Ну, следующий, увидите. Если у меня, конечно, получится его завалить. Потому что он неимоверно мощный. Давайте вот приоденусь. А у нас есть зубы. Дочь выключаю. Проживание. И вперёд. Пошёл ты, давай. Сдохни, тварь. Давайте, вообще, надружи его. Давай. Восстановление. Он расстреляет блоками. Вообще, заваление его завалит. Пойдём. Ай. Да, ё-моё, ты не долбал. Да, сдохни, тварь. Да, мы его убили. Но... Алмазный блок с него падает. Вообще, блок, который стоял у него... Стоял у него там. А не выпал. Выпал. Выпал, выпал. Так что, есть ему убивать хотя бы ради халявных ресурсов. А следующий, мы его вы видели вначале. И у меня тут прям стадом бегают. Это слоники. Вот такие вот миленькие, красивенькие слоники. Я немножко сменил место обитания, потому что... Мой старый дом. Малость. Старый дом подписан. Да. Вот. Видите, вот такие вот слоники бывают в четырёх видах. Африканские, азиатские. И ещё два вида мамонтов. Вот. То есть, мамонтреки сунгарей и обычный волосатый мамонт. Вот. И, конечно, их можно приручить. Да. Если слонов можно приручить, значит, можно их кататься. Да, можно. Но можно приручать только детёныши слонов. Например, вот таких вот маленьких слоников можно приручить. Это мой слоник. У меня тут где-то ещё бегал африканский слоник. Ага, вот он где. Вот. Пока они не вырастут, их можно кормить вот такими вот кусками сахара, которые в обычном крафте, вот в самом первом, крафтятся просто из четырёх кусочков сахара. Четырёх сахара. Да. Вот. И если слонов можно приручить, значит, на них можно и кататься. Верно? Верно. Ой, пожалуйста, снаряжение для слонов. Ну, ещё для мамонта. Слоновья накидка. Слоновья сундуки. Слоновья попона, короче говоря. И такой, как трон для императора. Вот, когда император, что он слоник катается, вот, примерно такой трон. Ну, как трон. Вот такая, как небольшая башенка. Вот. И как же они крафтятся? А, они крафтятся следующим образом. Ну, у слонов дропа такой же, как у меня видели, то есть их шкура. Так, это, этих мы рассмотрим попозже. Давайте, наверное, так. Свет айтем. И пишем просто. Элэ. Пант. Вот. Слоновья накидка крафтится из трёх шерсти посередине. Такой вот столбик. Железный слитков. По углам шкура. Можно слона, а можно медведя. Слоновые шундуки крафтятся два сундука. Посередине шкура, сверху и снизу шерсть. Угу. Попона крафтятся две красных шерсти, две синих шерсти, одна жёлтая шерсть, розовый краситель, жёлтый краситель и лаймовый краситель. А слоновья, ну, платформа крафтится, жёлтый шерсть посередине, по углам палки, а оставшийся блок красный шерсть. Шерсть. А платформа ламонта крафтится, она крафтится следующим образом. Она крафтится из четырёх дубов по углу, дубовый доз, окей, посередний ряд и оставшихся клетках поводки. Да, обязательно мы посмотрим, ну, покатаемся на слонах, но пока ещё они не выросли. Вот в конце мы обязательно на них покатаемся. О, а следующий моб... Ну, слоны это одни из моих любимых дубов. Да. Следующий моб, они вот тут бегают. Это комодские драконы. Они испавняются в болотных биомах и вас отравляют. У меня тут где-то бегал мой личный комодский дракон по имени Комодо. Да. Их может приручить с помощью яиц. Идите. У вас вам совсем попозже. Да, то есть с помощью яиц, которые из них выпадают. Но они выпадают с маленьким шансом, примерно, с большим шансом, что это жмей. И больше всего они выпадают с вот таких гигантских комодских драконов. с маленьких они не упадают давайте же проверим к мой алмазный меч видели мигу большой голем вообще как мини-босс так вот давайте вот аж 2 яйца выпало вот я нибудь и ходим рядом вот они не особо интересно в отличие от этих ребят это виверны это детеныш виверна они еще не взрослые пошел вон муравей вот так они выглядят взрослые от к большая больше чем слон слон за кстати самый большой третий по размерам так давайте называем нашего комодского дракона комода и просто вами вот пусть они бегают из вивернов выпадают яйца у них это очень редко дробь яйца кричит видите там уже рандомно вот мне например чтобы получить вот этих двоих пришлось там чуть ли не 30 вивернов перебить ладно свящему вы а их можно просто рассказать это таракан уверены они спаунятся в своем собственном мире который рассмотрим позже это просто таракан они мерзкие они ничего не делают и они не получают урона падения да вот они же умеют немного летать давай сдохнет вот это личника вот такая очень мерзкая тварь она спавнится обычном мире где угодно я дропается тоже слизь а последним в этой партии вы их видели это крабики вот такие вот крабики они спавнятся возле водоемов возле морей берега морей не спавнятся из крабов если мы их убьем падает крабовое мясо и его можно пожарить например как свинина ладно так давайте выгоним это выгоним что давайте следующий следующий нас мог ты шуму нам даст почувствовать себя стражам галактики это и но и но не полница обычно в лесах там вообще где угодно не могут исправниться вот мой лишний нот ракета поняли стражи галактики да он ничем не интереснее может учить гнилой плоти почему это мини голем давайте углубим вот так он выглядит принципе это просто уменьшенная копия того большого боли он горит днем пусть это нежить то есть если большой голем это не нежить то это уже нежить с него например ничего не дропается он поднимает блоки когда за такой ключ мог тоже горящий это тоже монстр это серебряный скелет офигеть круто скайриме он круто выглядит он скайрим где-то скелет его другой такой с маленьким шансом его меч который до принципе ничего не наносит потому что это боговый меч все еще мог вы их видели они опять же можно просто рассказать это муравьи вот так выглядят муравьи они где угодно они подбирают еду то есть можете отдать им свою еду допустим если у вас просто никуда уже еду девать можете не скинуть муравьям на это водный мог рыба среди размеров есть они будут вот такой окунь и треска то есть окунь и треска больше их можно приручить также как и все остальное рыбу просто поймав сетью да почему это маленькая рыбка не бывают разные то есть золотые рыбки есть всякие там удички если вы клоуны есть анчоусы и хирурги еще очень много таких рыбок на их опять же можно прожить как и всех рыб просто поймав сетью а следующий моб ну они вот тут плавают это пир они это рыбки тут и рыбки и пираньи вот к ним уже не соваться не спаундся в джунглевых биомах это разновидность рыбки тоже можно приручить но я ну сразу вам лучше не соваться к ним потому что видите у них на нормальном уровне сложности а сердце урон то есть десяток пираньи ваш спокойно за вас спокойно завали на а призывайте сколько у них урон будет на сложном уровне сложности офигеть просто ну последний последнего это and они спавнятся привычно в лесах на могут и на равнинах и в саваннах вот они бывают двух видов березовый and и дубовый у них может быть только топором а друг у них ну всякая там листва саженцы если вдруг увидите вот такую вот странную упоротую березу в девять блоков не удивляйтесь это проделки энтов да идет всякие папоротники они сажают вообще садоводы огородники давайте же убьем парочку так возьму из другого мода который еще обзор не делал так вот давайте убил его мы убиваем это все-таки древний топор так что он намного более мощный так и давайте вот убьем этого энта тоже то что он будет засирать нам весь мир на этого и вот этого и последний моб а где он вообще ладно 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 я вас понял я случайно крота выкинул да мог это крот вот так они выглядят они спавнятся да везде могут пещера запавнится да могут где угодно заспавнится их упадает то же самое что из енота который впадает то же самое что из диких волков то есть просто мех они выглядят довольно прикольно моделька у них очень крутая ни в одном моде нет таких крутых моделек ну что ж теперь давайте поговорим о вещах на есть много всяких вещей эти эти вещи вообще вот это вот этих огар из логова огров вообще не существует это мы рассмотрим это мы видели это мы рассмотрим позже это нет яйца рыбы это броня каркадиллия а это аквариум и там черепашки это попадает с приученных черепах этого охлажды позже это броня из школы волка которая я не знаю которая но удивление почти такая же как алмазное это всякие сердца это от страуса это мы рассмотрим позже это мы видели это нет это мы рассмотрим позже улюшек мы видели броня это броня такая же как и броня из меха крыс мы готовили ели хитин добывали броню примеряли слонови всякое мы видели ну кстати я забыл рассказать о бивнях давайте трасс как-то типа бивень так ладно сейчас давайте посмотрим так как же они вот а таск точно вот деревянные бивни крафтится дубовые доски и поводок железный микро птица железные слитки и поводок алмазные бивни крафтится алмазы и поводок да они помогают слонам разрушать всякие такие блоки можете использовать своих слонов военных целях на фигасе комода вымахал блин уже коми вообще такая маленькая стойки у меня же был комода да точно он бегает без зубе теперь у меня три варана просто думал комода умер оказывается у меня еще старый варан есть на аквариум нет смысла делать потому что они бесполезны этого рассмотрим в видео про лошадей по них отдельное видео нужно делать серебряный меч то он в принципе урона наносит вроде бы ничего вообще давайте давайте набора не на крабе на протестируем давайте 1 урон то есть все вообще нет смысла убивать нам бесполезен вот это портальная штука которая помогает нам выдать мир вивернов она крафтится из палки в углу посередине единорога или вот эта эссенция света а верхнем углу там ока эндера вот вот этот телепорт он никак не крафтится этот не крафтится это крафтится из алмаза посередине и по углам золотые самородки в нем можете переносить и питомцы если они вдруг они где-то застряли этот свиток крафтится из бумаги и пера это крафтится из вот этого свитка и редстоуна в принципе рассмотрел все давайте же телепортнемся в мир вивернов чтобы видеть вообще что там как-то телепортируемся телепортация довольно быстрая очень хорошее обслуживание вообще ошибись вот видите в мир такой очень красивый он реально прикольный кстати вот эти всякие огар лэйр их пока что в моде нет точнее они есть только на версии 1.8 вот мир по сути это эндер мир у меня исполнится кроме вивернов и всякие там змеи кролики виверны бывают совершенно разные да вот на идет два питона местные два питона вот этот вивер сейчас умрет уж он тупой вот вот пожалуйста кролик вот кролик исполнится верный едят кроликов на вот видите мир довольно прикольный но небольшой и он выживать принципе да нет смысла ну тут встречаются такие большие деревья очень красиво выглядит на вот есть такие песчаные именно есть огненные игры игрока поджигают гранит просто сколько то про пожалуйста королевский пикнистая змея вот будет не буду задерживаться то давайте заодно противируем давайте протестируем наш телепорт общественными я не советую сражаться в выживании слухой экипировка давайте посмотрим то есть он телепортирует нас очень слабенько то есть на расстоянии ну вот насколько вы дотягиваетесь так он и телепортирует вообще я не знаю зачем нужен свиток то есть если нужно для того чтобы можно было перетаскивать питомцев а этот свиток нужно наверное не наверное а точно для того чтобы вы прочли какое-то животное хоп и отручили его так раз перезавел а то подлагивает немножко ну чтож я уже перезапустил майн и давайте же полетаем немного наших виверных вот давайте они не работают обычное седло них работает только такое крашеное седло все теперь она годится для себя нажимаем пробел и у полетели на легкая круто выгляжу просто скриншот все сделал скриншот для превьюшки его поставлю вот спрыгиваем с а если захотите быстро спуститься на просто нажимаете нажимаете вот теперь посмотрим наших слоников об дамба дам боже вырос вроде как там тут же еще и ключик он тоже работает для слонов нет возможности вот давайте оборудуем нашего дома чтобы может было ним кататься надеваем надеваем все нам попадает крючок в принципе места в них довольно много давайте на нем покатаемся а это нужно делать следующим образом то есть подходим слону сзади и нажимаем shift он присел теперь мы погнали на слоне вот передвигается не особо быстро но выглядит довольно прикольно да и вот гляньте какая же крутая шутка на модель давайте теперь нашего хатхи тоже оборудуем для него тоже нужна эта слоновая накидка потому что без нее папа не будет надеваться надеваем 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 вот он присел и гляньте как мы прикольно выглядим то есть мы прям император там словно и парад можно устроить на на а на этом стоит закончить подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте не обращайте внимание на куриц всем удачи всем пока мод в описании а